Глава десятая Смог проснулся и лежал, не двигаясь. Теплые тоненькие пальцы коснулись его щеки и скользнули на губы, нежно закрыв их. Потом он почувствовал легкое прикосновение заиндивевшего меха и услышал одно единственное слово, сказанное шепотом — «Итю». Он осторожно приподнялся и прислушался. Сотни лагерных волкодавов тянули свою ночную песню, но сквозь их завывание совсем близко он мог расслышать легкое, ровное дыхание снаса. Лоббискви слегка потянула смока за рукав. Он все понял. Она хотела, чтобы он следовал за ней. Он взял в руки мокосины и шерстяные носки и выполз на снег в спальных мокосинах. В багровом свете догорающих костров она знаком велела ему надеть обувь, и пока он исполнял ее приказание, ушла в палатку, где спал с нас. Нащупав стрелки часов, смог установил время — час ночи. Было совсем тепло, градусов десять ниже нуля, — решил он. Лоббискви вышла из палатки и повела его узкими тропинками по спавшему лагерю. Они старались ступать как можно легче, но снег все еще скрипел под их мокосинами. Звук этот, однако, тонул в вое собак. — Теперь поговорим, — сказала она, когда они отошли на полмиле от крайнего костра. При свете звезд Лоббискви посмотрела ему в лицо. Тут смог впервые заметил, что она держит что-то в руках, и ощупью убедился, что то были его лыжи, два пояса с патронами и спальные меха. — Я все приготовила, — сказала она с тихим счастливым смехом. Я два дня прятала мясо, муку, спички и приготовила самые удобные для ходьбы по насту лыжи. Если они даже начнут проваливаться, то их задержат перепонки. — О, я умею ходить по снегу. Мы пойдем быстро, любимый. Смог едва удержался от восклицания. Достаточно неожиданно было уже то, что она подготовила ему бегство, а к тому, что она решила бежать вместе с ним, он совсем не был подготовлен. Не зная, что предпринять, как действовать, он осторожно одну за другой отнял у нее вещи, потом обнял ее, прижал к себе и все же никак не мог определить свое дальнейшее поведение. Бог добро прошептала она. Он послал мне любимого. У смока хватило мужества не проронить ни слова о своем намерении бежать одному. И прежде чем он заговорил, все воспоминания о светлом, далеком мире и о солнечных странах поблекли и померкли в его душе. — Пойдем назад, лоббискви, — сказал он. — Вы будете моей женой, и мы навсегда останемся жить с народом Карибу. Нет, нет, она покачала головой, и все ее тело, трепетавшее в кольце его рук, воспротивилось этому предложению. — Я знаю, я много думала. Тоска по миру охватит вас и долгими ночами будет терзать ваше сердце. Четырехглазый умер от тоски по миру. И вы тоже умрете. Все люди, пришедшие из мира, томятся по нем, а я не хочу, чтобы вы умерли. Мы переберемся через снежные горы южным проходом. — Послушайте меня, дорогая, — настаивал Смок. — Мы должны вернуться. Она прижала руку в рукавице к его губам, не давая ему говорить дальше. — Вы любите меня? Скажите, что вы любите меня. — Я люблю вас, лоббискви. Вы мое счастье, моя радость. И снова рукавица нежным прикосновением помешала ему продолжать. — Мы пойдем к тайнику, — решительно сказала лоббискви. — Он находится в трех милях отсюда. Идем. Он упирался. Она тянула его за руку, но не могла сдвинуть с места. Он испытывал сильное искушение рассказать ей о другой женщине, живущей по ту сторону южного прохода. — Ради вас мы не должны возвращаться, — сказала она. — Я, я только дикая девушка, и я боюсь мира, но еще больше я боюсь за вас. Вы видите, все случилось так, как вы говорили мне. Я люблю вас больше всего на свете. Я люблю вас больше себя. Мечты моего сердца светлые и бесчисленные, как звезды. Как мне выразить их? Есть ли слова для них? Вот они, смотрите. С этими словами она сняла с него рукавицы и, просунув его руку за пазуху своей парки, положила ее к себе на сердце. Она прижимала ее все сильнее и сильней, и в долгом молчании он почувствовал биение, биение ее сердца и понял, что каждый трепет его — любовь. А потом медленно, почти незаметно, все продолжая держать его руку, она отстранилась от него и пошла к тайнику. Он не мог противиться. Ему казалось, что его влечет ее сердце, лежавшее под его ладонью. Субтитры создавал DimaTorzok